Здравствуйте! Я хочу поблагодарить за приглашение посетить эту хорошо организованную, прекрасную конференцию. Я в первый раз в жизни присутствую на конференции такого типа, поскольку я не из этого сообщества. Мне было интересно послушать. Я свой доклад постарался построить максимально просто, так, чтобы все было понятно. Итак, развитие нанотехнологий, медицины, медицинской диагностики, микробиологии и так далее требует создания новых эффективных методов диагностики наночастиц и наноструктур самой различной природы. Широко используемые для этих целей электронная микроскопия, туннельная микроскопия, микроскопия атомно-силовая и так далее, они позволяют достичь пространства разрешения вплоть до атомного уровня. Однако они обладают рядом серьезных недостатков, которые ограничивают их применимость в широком круге задачи и делают актуальную разработку новых методов. В частности, методы электронной микроскопии, они очень дорогие, требуют специального оборудования при установке в лаборатории, требуют квалификации очень высокой людей. Большинство объектов не поглощают электроны, приходится применять метки, что меняет свойства образца, что может поменять свойства образца. Процедура приготовления образцов сложная, требует длительного времени, а информация ограничена в основном геометрическими параметрами, структурой и так далее образца. И в этом смысле этот метод является золотым стандартом определения размеров образцов. Методы сканирующей микроскопии, такие как туннельные, атомно-силовые и так далее, они имеют другой, помимо того, что они тоже дорогие, тоже требуют сложной процедуры обработки и так далее, они еще обладают таким существенным недостатком, как сильное взаимодействие между иглой и образцом, что тоже очень сильно может поменять получаемую информацию и свойства образца. А главное, что все эти методы не дают никакого, и тоже ограничена в основном информация о поверхности, главное, что эти методы не дают никакого временного разрешения, а очень часто нужно знать, наблюдать процессы во времени с большим временным разрешением. Методы оптической микроскопии, они свободны от этих недостатков, и, в частности, они позволяют получать гораздо больше информации об образце, особенно если сочетаются с методами поляризационными, фазовыми, модуляционными, спектральными и так далее. Кроме того, этот метод, в принципе, гораздо более дешевый и более простой в использовании. Оптические методы позволяют достичь сверхвысокого временного разрешения вплоть до наносекунд и меньше. И с помощью оптических методов можно решить такую задачу, как создание простого прибора, который позволяет осуществлять быструю диагностику, оперативную диагностику образца, что тоже очень важно, потому что в случае наносетиц образцы в ходе своей жизни сильно могут меняться, очень сильно меняются. И если вы, пока вы там померили на электронном микроскопе, пока вы донесли до измерений, это уже может быть другой образец. Я в своем докладе постараюсь рассказать о простом приборе, который я сделал не для биологических целей, он просто привлек внимание. Я занимаюсь спектроскопией одиночных нанообъектов, и мне нужно иметь такой оперативный прибор, который позволяет, с чем я, собственно говоря, имею дело прямо сейчас, перед измерением. Вот, для этого мы разработали… Можно первый слайд? А, у меня, да? Таким образом, вот этот, да? Вот так. А, я просто перевернул его. Все ясно. Таким образом, задача разработки простых оптических методов для диагностики является очень актуальной. И одной из таких актуальных задач является диагностика одиночных наносетиц, потому что особенностью наносетиц является колоссальная зависимость их свойств от конкретных размеров и малейших деталей структуры. Поэтому, когда мы диагностируем совокупность – порошок, суспензию или вообще какую-то совокупность – мы теряем огромное количество информации. А это приводит к очень малым сигналам и трудностям регистрации. В частности, в биологии одной из трудностей применения оптической микроскопии является то, что многие образцы практически прозрачны, они мало поглощают свет, и еще и характеризуются коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления окружающей среды, обычно водная среда. Поэтому нужны методы, которые чувствительны к малейшим искажениям фазовым и так далее, и позволяют регистрировать так называемые прозрачные или почти невидимые частицы. Значит, нами был разработан весьма простой, так называемый, лайтшит-оптический микроскоп, основанный на источнике света с низкой пространственной когерентностью. Вообще-то говоря, первый микроскоп такого типа, назывались тогда они щелевые микроскопы или ультромикроскопы, был разработан еще в 1903 году Зигмонди и Зерденфорфом. Они разработали этот микроскоп для исследования коллоидных растворов, и он позволил им впервые наблюдать частицы до 20 и меньше нанометров, и результаты этих исследований были позже награждены Нобелевской премией. Как всегда, один из авторов к этому времени уже умер. Это говорит о том, что как много могла дать оптическая, простая, достаточно оптическая микроскопия уже в то время. В чем источники, почему так получилось, что в 1903 году, Ну, я не знаю, здесь почему-то так вот тяжело. Все. Значит, чуть-чуть несколько. Ну, во-первых, они применяли очень мощный источник. Это дуговой разряд. Во-вторых, условия освещения. Это был первый темнопольный микроскоп, когда освещалась только жидкость. Потому что при наблюдении частиц введение измеряемого объема любой оптики, поверхности и так далее, значит сразу введение царапин, любых дефектов и сразу понижение чувствительности. А жидкость можно было уже в то время, путем повторного многократного фильтрования, сделать очень чистой. Ну, и третье, это сам метод коллоидной химии позволяет получать данные частицы прямо в этой жидкости. Они прямо там возникают, их не надо было вносить. И таким образом удалось провести такое исследование. Однако этот метод не пошел. То есть он очень редко применялся. И основная причина была, конечно, дуговой источник. Ну, во-первых, жесткое ультрафиолетовое излучение, которое идет от этого источника, оно приводит к тому, что оптика тут же целяризуется, то есть темнее. Ну, например, вот наш опыт говорит о том, что световод, который используется, он за несколько минут темнее. За несколько минут. Поэтому использовать такой заманчивый источник света, конечно, оказалось просто. В смысле, непросто. И об этом методе забыли. До появления лазеров. Когда появились лазеры, то, вот, если я источник, то можно сформировать, сфокусировать. И тут же возник так называемый лайтшит микроскопы. Однако и эти микроскопы, они очень хорошо развиваются. Недавно было, было пенсиво сразу после получения бестящего отзора по лайтшит микроскопам, где была применена метод структурированного освещения. Это не тогда, то есть этот метод хочет развиваться. Но он развивается в случае применения бестящих методов. Почему? А потому что лазерное излучение обладает колоссальный пространственный когенент. Это не будет появление спектрой картины, сейчас, тоже будет самая. Какой спектрой картины, который маскирует исследование нашей современной. А создать источник лазерный, одновременно некогерентный, это задача непростая. Но тут забывают о следующей вещи. Что на самом деле, очень высокая и полная степень когенентности нужна только в том случае. Если у вас одновременно есть маленькие частицы, есть какой-нибудь любый царапин, наверное, где-то или еще что-то. Но если вы создаете очень чистые условия, то требует пространственных когенентных 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 когенен. оптика вот здесь показано изображение нашего щит шита то есть это щелевое освещение в поперечном размере вы видите вот это это релеевское рассеяние то есть чувствительность предельная уже фактически раз сабиреевское рассеяние вы иногда видите в поле зрения появляются наночастицы это очень чистый раствор между прочим вот произвести такой изменит такую частоту очень непростая задача поскольку мы видим даже одну наночастицу и вот приготовить жидкость только с одной наносит помыть квету и так далее это совсем непросто но это отдельные разговоры сейчас них не будет вот как убрать пространственную к генетность но обычно это делается следующим образом излучение лазерное фокусируется на матовую вращающуюся пластинку и другой объектив собирает это излучение но при таком способе у нас энергии остается ноль и никаких чувствительных изменений произвести не удается поэтому в первых измерениях мы использовали разработаны нами для другой цели так некогерентный источник света основанный на флуоресценции я не буду вот так подробно рассказывать только взор возбуждается флуоресценция вот в кювете формируется с помощью зеркала диафрагмы пространство на такой вытянутый пучок потом этот пучок спектрально с помощью решетки ограничивается посылается на такую же кювету уже сформированный геометрический там усиливается по мощности таким образом получается близки к лазерному по геометрии луч высокой мощности практически с нулевой когерентностью но это он хорошо работает этот источник на с помощью такого источника нельзя сказать что мы создали простой прибор это опять установка или сложный дорогой прибор и так далее поэтому мы пошли по другому пути поскольку я сказал что далеко да вот и вторую второй сейчас немножко второй источник у нас в соседней лаборатории сейчас идут интенсивные работы по созданию и уже они имеют результат уже продается прибор по созданию некогерентной источника над другим идеи похоже на идею зидентопа но только возбуждается лазерным излучением от имеется лампа вот где нет находится ксенон высокого давления туда направляется мощный лазер и стабильно такой источник точечный горит и он посылается на образец дело в том что такой источник сейчас нужен не только для биологии в частности нужен для на для на на литографии других и сейчас этот источник стали продавать в частности закупает большая серия таких источников кореи вот но это тоже все-таки достаточно дорогой источник хотя уже ближайшем будущем он будет стоить весьма мало и он не имеет небольшой размер то есть у него большие перспективы но мы стали разработали еще более простой а мы сделали следующее мы взяли мощный диодный лазер и замоделировали питание этого лазера высокой частотой 500 мегагерц таким образом мы перевели мы срываем и беспорядную генерацию этого лазера с очень высокой частотой он становится очень многомодовый и излучение становится не полностью некогерентным а сильно уменьшена гагерина зато это очень маленький очень дешевый простой источник ну он вот здесь я показываю первый результат как выглядят результаты на этом детектирование наночастиц на таком микроскопе это тонкий light sheet вот тот самый light sheet который вам показал только уже поперек вот не так освещается а вот так и вы видите здесь довольно чистые условия хотя концентрация на частиц я специально взял случай очень и очень высокая но мы видим только те наночастицы которые находятся в плоскости этого освещения это движение это бронгское движение то самое движение которое позволяет помощью анализа трекинг анализа определять размер этих частиц вот здесь размер шита немножко увеличены уже видите молоко уже сразу становится молоко потому что слой до это с сейчас здесь для демонстрации примерно возможности прибора я показываю регистрацию 10-м метровых частиц это золото но в условиях отсутствия плазмонного резонанса когда сигнал и сечения рассеяния эти частиц такой же как если бы они были бы диэлектрические скажем и так далее просто вот и вы видите что сигнал шум при регистрации вполне достаточно то есть можно и меньше нас просто не было меньше наночастиц вполне видно каждая отдельная наночастица а здесь любимые экзосомы одни из них у нас по экзосомам огромное количество там получилось уже эти там я буду приводить что во первых нет времени во вторых эти фильмы забивают презентацию как только приведешь много фильмов презентация плохо работает просто из-за объема вот здесь вот это полистироловые наночастицы для чего я их показываю потому что продемонстрировать вот здесь вот треки для треки на анализа вы видите треки этих частиц а вот там сверху стрелочка потому что на самом деле когда мы наблюдаем треки практически всегда есть конвекция конвекция избежать очень и очень трудно не склад поэтому программа убирает вклад конвекции это с очень существенно без вот если вы не будете убирать клад конвекции то у вас будут сильно искаженные результаты потому что в треки на анализа вы берете вот этот суммарный размер уход частицы она ушла не только из-за бронского движения она ушла из-за конвекции надо очень аккуратно а это далеко не просто потому что конвекция неоднородно бывает по полю вот здесь вот тоже опять показаны экзосомы для чего я сейчас подряд покажу регистрацию экзосом потому что на следующем слайде будет то же самое но уже с конвекцией видите а здесь следующий случай когда мы шит направляем вот так показано вот здесь вот очень быстро кстати вы посмотрите на четырьмя кружочками показаны если внимательно остались неподвижно частицы это мы уже около близко поверхности не про частицы сели на поверхность и перестали совершать welcoming движения а другие совершают громовское движение но соответственно можно приблизиться к поверхности еще платную тогда мы видим просто поверхность и мы видим частицы которые сели на поверхность собственно говоря я этот микроскоп создавал в основном для этих целей потому что мне нужно было убедиться что я посадил одиночные частицы на поверхность пластинки что пластинка вымыта что она действительно чистая и вот получить чистую пластинку без вот такого это очень и мытью пластинок это целое искусство а когда я стал брать так называемые фирменные чистые пластинки то это просто ужас еще вот тоже опыт у нас нанофильтры мы были приобретены очень солидная фирма нам дала нанофильтры мы там написано скажем 200 нанометров на нафиль фильтр но мы берем частицы калиброванные 300 нанометров и немножко капаем это казалось бы но не должен он пропустить начинаю смотреть да пропускает вовсю понимаете вот имея такой прибор вы очень оперативно тут же узнаете чистоту ваших образцов что там происходит и так далее это очень удобно все спасибо за внимание пожалуйста вопрос если нет то можно мне задать вопрос а вот если возможность контроля температуры и допустим варьирование температуры как это отразится вот на бромовском движении температур и без контроля температуры вообще очень трудно что-либо делать потому что если вы не контролируете температуру то на несмотря на то что у нас кювета очень и очень маленькая вот здесь я сейчас покажу чего отключена презентация да ну ладно несмотря на то что кювета очень маленьких размеров у нас далеко не вот это 10 на 10 на 40 там бороться с конвекцией очень тяжело тормозили очень важно без стабилизации температуры конвекции поэтому есть наберется температур соответственно есть возможность ее менять но пределы у нас они небольшие потому что нам это не нужно вот а бронское движение зависит от температуры от абсолютной поэтому это слабая зависимость там преобладает зависимость конечно конвекционная и вот надо ее убрать понятно спасибо точность не определяется ни температуры конечно пожалуйста василий алекса спросить вот вы показали изображение где частица зарубились поверхность это как какого типа частицы были там просто было написано на частицы это первого со второй вот не пробовали вы вот собственно использую использовать вот этот как-то модифицировать может быть поверхность там чтобы допустим там антителами чтобы можно было смотреть вот собственно динамику как экзосомы но адзорбируется к поверхности и может быть использовать это как собственно такой ну тул для даже где где диагностических целей может быть если смотреть определенные антитела спасибо значит это частицы это были частицы лантанфтор 3 я думаю что они интересные для биологических применений потому что флуоресцирующие частицы которые а не разрушаются никакой интенсивности это вообще-то вариант лазерные на на кристаллы б не практически не проявляют насыщение и c не агрегируют вот не надо их бороться они практически не агрегируют а если они там как-то чуть-чуть близко ультразвук чуть-чуть все они одиночные вот первый снимок я показывал видели там колоссальное количество плотность это просто раствор две-три минуты ультразвук все с другими частицами очень тяжело работать из-за агрегации вот насчет антител но я все-таки не биолог и конкретно у нас вообще нет ни аппаратуры не методик но конечно это можно и нужно делать это специфическое осаждение то есть в коллаборации это можно делать мы сами делать-то не будем хотя методику знаю даже носили но она известна там стрептовидин там сколько то дико известны спасибо пожалуйста еще вопросы если нет то давайте поблагодарим докладчик это все было как в таком их можно посчитать увидеть а если туда добавить еще меченое антитела флоресцент туда можно как-то их различать дело в том вот смотрите одна из причин почему мы видим эти частицы потому что мы используем не упругое рассеяние вот все стандартные латшип микроскопы они используют флуоресценцию но но сечение флуоресценции намного меньше чем сечение рассеяния поэтому если мы хотим видеть флуоресцентную частицу не на поверхности да пожалуйста но если мы хотим видеть ее движущейся то что поскольку сигнал меньше нас время усадений не хватает то есть мы видим расплытое пятно а вот получить от флоресцентной частицы сигнал такой чтобы видеть ее практически в реальном времени не удается потому что интенсивность мало более того на самом деле можно ведь увеличивая мощность лазера мы видим частицы но начинается сильный нагрев и конверсия нам же надо не только видеть но и не нарушить среду то есть увидеть флуоресцирующие частицы в жидкости это не так просто